Греко-римская борьба – вид спорта с богатой историей. Развитие силы, выносливости, ловкости, а также упорства и целеустремлённости – вот что уже много веков привлекает к занятиям этой дисциплиной. Около 50 юных борцов, опытных спортсменов и новичков из Дмитровского городского округа, а также Москвы, Химок и Красногорска встретились на турнире «Открытый ковёр», который состоялся в Детеневской школе. Деталями поделился главный судья и один из организаторов соревнований Сергей Мерешко. «Борются они у нас по правилам греко-римской борьбы, возраста участников – самый младший 2016 год и самый старший 2009 год. Задача положить на лопатки и заработать преимущество 8 очков. Борются они два периода по две минуты. В этот раз у нас борется очень много новичков. Попробовали участие школьники в этот раз побороться. И получилось. Будем ждать их на тренировках. И в дальнейшем, конечно, было бы хорошо увидеть греко-римскую борьбу в школе как внеурочный предмет». Идея соревнований принадлежит военно-патриотическому объединению «Юный разведчик». Главная цель турнира, как и других мероприятий, проводимых этой организацией – привить любовь к родине. Об этом рассказал Артём Ефименко, руководитель объединения. «Основная идея таких соревнований – это именно воспитание молодёжи. Для того, чтобы они занимались именно правильным делом. Это спорт, это начальная военная подготовка, это православие и так далее». Спорт – один из приоритетов в Деденевской школе. На базе учреждения работают несколько секций. Проводятся турниры по самым разным направлениям. Однако, принимать соревнования по греко-римской борьбе образовательной организации ранее не доводилось. Опыт оказался удачным. Турнир прошёл на высоком уровне. Руководитель учреждения Оксана Гайбель отметила, что школа заинтересована в дальнейшем развитии этого вида спорта. «Для нас сегодняшнее мероприятие – это привлечение молодёжи, детей и подростков к спортивному стилю и образу жизни. Ведь что такое спорт? Это здоровье и это процветание нации. Сотрудничаем со многими спортивными организациями, и в том числе в нашей школе также будет преподаваться греко-римская борьба, куда могут приходить каждый желающий, независимо от возраста, начиная с дошкольников и заканчивая 11 классом». Борьба – это яркие эмоции спортсменов и болельщиков. Горячая поддержка тренеров и товарищей по команде. Своими впечатлениями от соревнований поделился Эдуард Крикухин из «Подосинок». «Здесь много соперников, и можно побороться, показать себя». Уже две схватки было. Первую я выиграл по баллам, вторую я выиграл на туше». Новый опыт получил каждый участник. Гусейн Магомедов из Красногорска благодаря открытому ковру добавил в свой арсенал новый элемент. «Был один прием из низкого партера и в поднятии на бросок. Соперники очень хорошие. Турнир очень тоже нормальный такой, классный». С тем, что у соперников есть чему поучиться, согласен еще один спортсмен из Красногорска – Раджа Магомедов. Более того, борец убежден, что конкуренция на ковре ничуть не мешает хорошо общаться за его пределами. «Между соперников у меня дружба, мандража нету, никакой агрессии, спокойно все проводится. Соперники у меня сильные. Надо немного просмотреть технику, стиль. Профессионалы такие делают». Приемы греко-римской борьбы заметно отличаются от тех, что используются в других видах спорта. Роман Чунин из «Подосинок» рассказал, за что любит именно этот вид единоборств. «За то, что это самый тяжелый вид борьбы, то, что он на статику. Мне нравится, как тут делаются приемы, как развивается борьба. И вообще, как сам вид спорта, борьба мне очень нравится». Еще одна причина заняться греко-римской борьбой – закалка характера, уверен Ильджан Ашрафли из Горшкова. «Упорность в победе, дух, характер. Все это для детского воспитания хорошо, как мне кажется. Мне борьба нравится. Я не только для этого занимаюсь, чтобы укрепиться. Ну и просто мне нравится бороться». «Всего было разыграно 12 комплектов наград. Представители Дмитровского городского округа выступили достойно и собрали целую россыпь медалей разного достоинства. Кроме того, организаторы турнира вручили специальный приз за лучшую технику. Эта награда досталась Эдуарду Крикухину».